Компания Apple выпустила экстренное обновление iOS 16 4.1 для твоего айфона и не только. Сегодня поговорим о том, что там интересного и нужно ли устанавливать это обновление. Меня зовут Максим, вы на канале Демец Лаунж, поехали! Итак, необычно для себя, а именно в пятницу, это бывает достаточно редко, компания Apple выпустила новую версию 16 4.1. Весит обновление не очень много, там в районе 200-300 мегабайт в зависимости от вашего устройства. Если обновляетесь в 16 4, помимо этого вышло еще iPadOS 16 4.1 и macOS 13 3.1. Сейчас расскажу, что там исправляют, ну а пока, если такие самые быстрые ролики в русскоязычном сегменте YouTube нравятся, поставь большой палец вверх, мне это будет очень приятно и поможет каналу в развитии, а также внизу подписывайся на канал, жми на колокол, ничего классного интересного не пропустишь, потому что YouTube пришлет уведомление с выходом нового видео. Итак, первое, что поправили в 16 4.1, это одну из эмодзи, там была вот такая толкающая вперед рука, и, собственно, у нее не отображались варианты расцветок кожи, только желтый был вариант, и теперь это поправили, теперь все отображается корректно. Вторая ошибка, которую поправили, я думаю, была более заметна для многих пользователей, которые пользуются русскоязычной Siri, а именно в 16 4 у многих русскоязычная Siri не отвечала, то есть она принимала запрос, долго думала, а потом говорила, извините, я не могу ответить на ваш вопрос. Собственно, Apple это поправила, теперь все должно работать хорошо. Также некоторые источники заявляют, что поправили те самые баги в приложении и виджете погода, когда погода у нас с вами не прогружалась, но на самом деле я здесь несколько скептически к этому настроен, потому что у меня есть устройство на разных версиях iOS, и этот баг был и на 16 4, и на 16 5, и на 16 3.1, в общем, на всех актуальных версиях. Поэтому я бы вот скептически отнесся к тому, что это все-таки поправили именно физически, мне кажется, проблема скорее на стороне серверов. Тем не менее, посмотрим, как это будет работать, но вот держите лайфхак, заходите в настройки, погода, там выбираете пункт, который называется сброс идентификатора, и, собственно, вы его включаете, заходите в приложение погода, и у вас все начинает работать нормально, так что пользуйтесь. Также некоторые источники пишут, что поправили баг с Wi-Fi, когда он быстро очень отключался у вас, то есть вы, например, оставляете телефон на Wi-Fi, приходите, смотрите, а он не на Wi-Fi. Опять же, в официальных релизноутсах этого нет, поэтому я лично проверить не могу, у меня на этой версии было все хорошо, но вот если у вас была такая проблема, то, естественно, обновляйтесь. Для macOS тоже есть небольшие правки, там поправили автоматическую разблокировку с помощью Apple Watch, то есть в Mac есть функция, когда у вас одеты Apple Watch на запястье, они разблокированы, не нужно вводить пароль, не нужно Touch ID, чтобы когда ваш Mac разблокируется. Это не работало в macOS 13.3, в 13.3.1 поправили, теперь должно быть все хорошо. Ну и есть два патча по безопасности, и в iOS, и в iPadOS, и в macOS, которые, как заявляет Apple, активно использовались, там два эксплойта, один вебкит, один еще в чем-то, и Apple говорит, что да, это активно использовалось, мы это пофиксили, так что обновляйтесь, собственно, если хотите безопасность системы подтянуть. По производительности, если смотреть, особо ничего не поменялось относительно 16.4, по автономности завтра буду целый день ходить, и как обычно, вечером завтра или послезавтра утром в телеграм-канале размещу для вас статистику, как это работает в моем условии эксплуатации. Традиционно ссылка на телегу будет внизу в описании, подписывайтесь, у нас там много классного, интересного контента. Ставить себе эту версию или нет? Мое мнение вы знаете, я не вижу ни одной причины не поставить эту версию, но только если вот у вас сейчас прям все хорошо, все идеально, батарейка работает как надо, и вы боитесь сильно за автономность, тогда лучше не трогайте лишний раз. Если же нет, если вы более-менее адекватно к этому относитесь, то обновляйтесь, в основном здесь патчи именно по багфиксам, по безопасности, а не какие-то темы внутри системы задействуются. Ну и да, наверное, стоит упомянуть, что если у вас уже сейчас стоит iOS 16.5 бета, потому что знаю, что многие из моей аудитории устанавливают, то вот эта версия вам не придет, соответственно, вам нужно или откатываться на нее, либо вам нужно ждать 16.2 бета 5, которая, скорее всего, выйдет на следующей неделе. Собственно, вот какое-то такое обновление получилось, еще раз, если ролик понравился, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно, там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного, не пропустите YouTube, вам пришло уведомление с выходом нового ролика. Ну и там же внизу в комментариях пишите, если поставили особенно, то как у вас все работает, починился ли Siri, починился ли Wi-Fi, ну и вообще, какие у вас общие ощущения от системы. Вот эти два ролика специально подобраны для вас на алгоритме YouTube, зацените, если не видели, все, окон, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok